Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, мы получили способность, которая нам позволяет теперь перемещаться по пескам и по идее по заснеженным сугробам, помимо прочего. Но также мы не смогли попасть сюда, потому что выяснилось, что для того, чтобы сердце леса вновь забилось, чтобы эти земли вновь ожили, нам нужно собрать остальные части света, то бишь нам остается найти еще глаза леса и силу леса, и тогда, в принципе, можно будет попытаться еще раз пройти через те двери. Наверное. Я даже не знаю. Короче говоря, у нас сейчас есть несколько дел, которые нужно сделать. Я хотел бы сейчас, кстати говоря, те цветочки, которые мы здесь вырастили, это получается, когда мы через них пробегаем, они оставляют нам осколки. Это довольно интересно. Когда-то была интересная теория, что эти осколки, возможно, это маленькие духи, ну, точнее, это ваша же теория, я сейчас ее озвучу, что вот эти осколки, которые мы собираем, что, возможно, это недостаточно сильные духи, такие же как... О, кстати говоря. Такие же, как Ори. Но они, возможно, были недостаточно сильны для того, чтобы оставить для себя действительно какую-то способность, и оставили после себя осколки такие. Не знаю, насколько это действительно правдоподобная теория, учитывая, что эти осколки выпадают из обычных цветочков. Так что... Но, тем не менее. Тем не менее, видите? Я думаю, что все-таки это не... Что это не является духами. Я думаю, что эти осколки, это просто свет из других источников, которые мы можем поглощать, будучи духом. Так, Люпа, да, я помню, мы с ним как-то... У нас для него... О, он нам, точнее, давал когда-то задание, чтобы мы для него открыли карты тихого леса. Мы ее почти полностью для него открыли, кроме этого кусочка. Даже... Даже больше мы для него открыли. Эти подветренные пустоши. Ну, может быть, Люпа нам скажет что-то большее. По поводу тихого леса. Ага, вот ты мой любимый исследователь тихого леса. Это последняя часть. Карта вышла изумительная. Теперь в лесу нам знаком каждый уголок. Уж теперь-то я там точно не заблужусь. Хотя туда я не собрался. Как помощнику картографа, я дам тебе скидку на любую карту. Отлично. Это очень хорошо. Только по итогу, вот это вот не считается картами же, да? Это отображение просто ячейок энергии, жизни и осколков. Картами это, видимо, все-таки не считается. Я, честно говоря, думал, что это будет стоить для нас дешевле после всего того, что мы сделали. Ну, ладно. Давай это возьмем. Айта! Угу. Я не думаю, что мы будем что-то еще исследовать. Ага. Не думаю, что мы что-то еще будем для него исследовать. Поэтому я думаю, что вот, чтобы он нам еще сделал, короче говоря, скидку. Да, вот это вот все. Поэтому я думаю, это надо сразу убрать. И я не думаю, что мы будем что-то еще с вами улучшать. По крайней мере, на данный момент. Поэтому всю денечку будем отдавать ему пока что. Ага. Смотри. Помните, мы были в этом леднике? И я не мог понять, почему мы с вами не все здесь исследовали в свое время. Как-то получилось. Вот, похоже, вот из-за этого. Из-за этого. Возможно, вот из-за этого. Но это, может быть, находится в озерах. Скорее всего, есть все-таки загвоздка вот в этом. И я еще заметил, что в пределах Баура мы с вами упустили, по-моему, несколько. То ли один, то ли два кусочка руды мы с вами упустили. Я хочу их забрать. Тем более, что Баура мы можем теперь исследовать полностью. Родни. Короче, давайте мы это сделаем, а уже потом двинемся дальше. У нас здесь не так уж и много мест, которые нам сложно посетить на самом-то деле. Вот, допустим, вот это. Теперь-то мы можем сюда пройти. Аккуратненько. Ага. И вот здесь. Вот здесь я обратил внимание, возле вот этой ивы, где мы взяли способность швырять огонек, помните? Здесь можно было залезть наверх. Я думаю, что там что-то должно быть. Так, одну секундочку. Вот там наверху тоже что-то есть. Да, определенно. Мне иногда кажется, что я слишком странные пути выбираю. Мне кажется, что можно было пройти вот там. Да, по правой стороне. Ладно, ничего страшного. Я просто почему-то подумал, что здесь будет наоборот закрыто. Так, жизненная сила. Мы наносим больше урона, когда человеке жизни заполнено более чем наполовину. Ну, неплохо. Вообще неплохо. Это вот это, да? Потом мы наносим на 20% больше урона, когда человеке жизни заполнено больше чем наполовину. Неплохо. А, может быть, даже стоило бы вместо притяжения взять. Возможно, да. Вот разве что вот эту способность надо было бы прокачать. Вообще все стоило бы прокачать, просто чтобы у нас все было на максимуме. Но я не уверен, получится ли, потому что очень... Очень дорого все получается. Нам может просто банально на все не хватить. Так, Ива у нас здесь недалеко сразу. Не, ага. Наоборот, и меня забыл. О, кстати, я на самом деле явно не очень умен, потому что мы же с помощью вот этого светового всплеска уже давным-давно могли вот здесь забрать осколок. Так, я вроде бы к нему подходил, вроде на него смотрел, помните? Вот тут вот он был. И в итоге я забыл, что у нас есть осколок. Ой, что у нас есть вот такая вот способность, с помощью которой мы можем забраться туда. Да, вот оно. Я видел, что мы ее здесь пропустили, когда серию монтировал. Так, и нам остается вот сюда пробраться. Больше, вроде бы, здесь ничего не вижу. А, вот здесь еще какой-то кусочек был, да? Это возле... Как раз возле того места, где у нас... ...упал вот этот булыжник. Ну-ка. Во-первых, здесь... А, господи, это осколок был. Я думал, что это что-то плохое за нами уже летит. Да, вот. Осколок... ...ячейки жизни. Это, во-первых... Во-вторых, что-то вот здесь на самом верху есть, по-моему. Можно попробовать с помощью вот этого туда залезть. Стоп, а мы здесь были? Мы были в этом месте, просто оно почему-то не закрасилось. Ясно. Ясно. Ну, тогда все. Тогда, в принципе, все. Заключение вот этого момента. Хотя, знаете, я заметил тут такой небольшой... Небольшой и неприятный баг. Даже два. Первый это... На карте остаются... Остаются вот эти осколки, которые мы уже собрали. По какой-то причине они все равно показываются на карте, как будто бы мы их не собрали. Это, во-первых. Во-вторых, очень неприятный баг иногда есть. Это, когда просто банально пропадает задание с карты. Но это такое. Я, конечно, помню... Помню про все... Про них про все, но... Все равно я что-то могу... Где-то я могу и запамятовать. Так. Давай-ка теперь попробуем забрать то, что я так давно хотел. Оно находится вот... Эй, здесь. Ну-ка. Чтобы правильно использовать эту способность, оказывается, вы мне подсказали правильную вещь. Нужно было отдождаться... Во! Отлично! Шесть штучек. По идее, это как раз столько нам и надо было, чтобы выковать пещерку здесь, да? Давай попробуем. Подсказали правильную вещь, что нужно просто дожидаться, когда полностью зарядится этот огненный шарик. Ну-ка, Гром. Ага. Да, шесть. Отлично. Потом восемь и десять. Великолепно. По идее, мы теперь сможем... Если это та самая пещерка, которая... Да, это она. Это она. Теперь мы сможем помочь этому Моке достать то, что он потерял от своей особенной Моке. Теперь-то пещере безопасно. Ну, во всяком случае, у входа, внутри будь начеку. Отлично. Просто супер. Так, все. В принципе, мы сделали все дела, и вот с этого момента начинается... Точнее, продолжаются наши приключ... Приключения. Кстати, вот интересно узнать. Здесь мы с вами не пропустили ни одного? Нет, тут что-то все-таки пропустили. Что-то все-таки пропустили. А может быть, это не подветренные пустоши. Может быть, это вот это место, кстати говоря. Ну, хорошо. Короче. Наушники в руки, чай на головы. И с этого момента мы с вами продолжаем наше путешествие. С долгами по секретам мы сами закончили. Там, по-моему, наверху. А, нет, забрали. Хорошо. Ну, окей. Ну что, может быть, кстати говоря, это ему как раз и нужен был этот светильник. Я уже выдвигал эту теорию. Гром принес инструмент и расширил дыру. Оказывается, это вовсе не дыра, целая пещера. Чтобы тогда спуститься, нужен свет. Темнота сделает тебе больно. Ну, технически у нас есть свет. Ну, я имею в виду даже не то, что мы светимся. Я имею в виду, что у нас есть фонарь. Э, этот, лампочка. Она, правда, не зажжена, но, может быть... Она не зажжена? Это зажжена? А-а-а! Смотри! Большое количество... Большое количество этого самого... Тиммейт действительно нас поглощает. Очень интересно. Так, а ну подожди секундочку. Это секрет. Это не свет, как я подумал изначально. Так, ну у нас, в принципе, ничего больше такого нету. Но я думаю, что нам все-таки вот это вот нужно, этот светильник, нужно как-то... Как-то его заправить. Я пока не совсем понимаю, как, конечно. Наверняка маслом каким-то его надо заполнять, но... Где это сделать? О! Где это сделать, я пока не совсем понимаю. Кстати. Хочу понаблюдать вот за таким моментом. У нас есть такое древо внизу, видите? Как будто бы мы собрали... Как будто бы мы собрали какие-то осколки. Тоже, ну-ка. Нет, они нигде здесь не фиксируются. Я просто подумал, что, возможно, эти осколки, большое скопление осколков, они где-то тоже на древе показываются. Так, отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Можно было бы сейчас пройтись по вот этим местам, где мы с вами упустили, но я думаю, что мы это сделаем все-таки чуть позже, да? Хотя... Давайте сделаем все-таки позже. Тогда, когда мы с вами купим еще один... Еще одну карту, которая будет показывать фрагменты жизни, и уже будем все вместе их собирать. Потому что они... А ну-ка, дай их посмотреть. Они же у нас, да. Нужны и те, и другие, ясно. Кстати, их не так уж и много осталось. Не так уж и много, зато очень много осколков осталось. Интересно, у него будет... Нет, у него карты руды нету, это очень плохо. Это очень плохо. Ну хорошо, ладно. Наш путь сейчас лежит... Я так думаю, вот сюда. Мы здесь, кстати говоря, уже очень давно не были, я уже даже забыл, как выглядит это место. Чуть-чуть. По идее, по идее, у нас здесь есть тоже слух, который нам... О котором нам говорил Офар, кстати говоря. Помните? Может быть... Может быть, имеет смысл сюда сходить сначала. Там, кстати говоря, в пещере... А, это... Это так выглядит самое ясно. Просто после того, как мы принесли сюда весну... Видите? Место начинает оживать потихоньку. По чуть-чуть начинает оживать. Интересно знать, а можно ли вот, Крик, сбить ее вот это костяное облачение? Даже, даже, по-моему, цель каменная. Да, теперь мы можем это делать. Серьезно? Ого! Интересно. Так, это нужно делать определенно очень аккуратно. Я по... Простите. Я понимаю, что... По сути, Крик просто сродилась со своего рода с дефектом. Так же, как и Ку. Но... Просто мне интересно знать. У меня такое ощущение, как будто бы у нее под этой... Костяной кожей находится... Она как будто бы, знаете, как будто бы заверта в ней. Может быть, если бы мы ее как-то сломали. Может быть, это ее высвободило из нее. Я даже не знаю. Мне просто хочется ей как-то помочь. Оттуда паук вылез? Любопытно. Так, вот с этой... С вот этой скалопендрой нужно быть... Внимательным. Ясно? Хорошо. А где же может находиться тогда рычажок? Что-то скачет, кстати. Чувствуете? Все же тресется. Так, черлини и топи. Вот отсюда мы, в общем-то, и пришли в свое время. Угу. Я лучше научился пользоваться этой способностью, кстати говоря. Так, два. Отлично. Надо будет потом очень-очень-очень внимательно все смотреть. Ну-ка. Эть. Ага. Чтобы ни в коем случае не пропустить ничего. Потому что у меня такое чувство, как будто бы... Мы все-таки, собирая все вот эти осколки... Помогаем Иве ожить. Вообще у меня такое чувство, как будто бы мы все-таки... Когда-нибудь сможем, знаете, что сделать? Просто возродить ее... С помощью как раз нашего вот этого убежища. Она здесь слух, кстати говоря. Просто рано или поздно вот это все поможет Иве прорасти у нас. Ай. Да ты посмотри, я хотел за ним зацепиться. Прорасти просто поможет у нас в убежище, мне так кажется. Я предлагаю все-таки избавиться вот от этой способности. Она все-таки... Все-таки она немножко мешает. Я думал, что она будет неплоха. Но, увы. Неудобная оказалась. Так. Наносим на 10% больше урона, когда ячейки жизни заполнены более чем. Ну, давайте пробуем вот это вот. В принципе, у нас часто происходит так, что ячейки у нас практически на максимуме. Ясно. Говорят, что существует какой-то подводный рывок. Я думаю, что вот как раз он нам и нужен, чтобы... Забрать это все. Но меня интересует не это. Меня интересует вот это. Мне вообще кажется, что вот это место нас в итоге приведет... На юг. По итогу. А, здравствуй. Ты как раз вовремя. Я наконец-то понял, что хотят сказать эти камни. Кому-то они покажутся обычной грудой камней, но я знаю, что это колюч. Видишь? Одни камни длинные, другие короткие. Это ноты какой-то мелодии. Думаю, эта мелодия открывает ворота. Это под лунные норы. Но не понимаю, как именно. А-а-а-а. Вот она как, да? Жаль, что я не умею читать каменные ноты. Да никто не умеет, ток. Как интересно. А я думал, что проход не здесь находится. Я думал, что он находится вот здесь. Очень странно. Такое впечатление, как будто бы это... Такое впечатление, как будто бы это место... Ни к чему не относится. Як? Всего три ноты. Давай попробуем по-другому отыграть. Давай попробуем вот так. Ну, может быть, просто несколько нот нужно отыграть по несколько раз. Ну-ка, подожди секундочку. Мне просто показалось, что я услышал на фоне, что нужно сделать. Ну, имеется в виду, как будто бы услышал последовательность мелодии, но я не уверен. Может быть, может быть и нет. Вот слышите, когда я звоню в колокольчик, что-то происходит. Ну-ка, подожди секундочку. Я... не понимаю. Нет, я не знаю, что здесь нужно сделать. Я не знаю. Ну, хорошо. В принципе, не то, чтобы это нам сейчас нужно было, да? Попробуем решить эту загадку потом. Идем пока отсюда. Попробуем забрать пока что вот этот вот фрагментик. Осколки. Пойдем налево. Не поверите, но я все еще чувствую себя беспомощным. Вот эти места... Я не смог открыть здесь дверцу. И оказывается, я просто просто сделал вот такой вот круг, забрал здесь осколочек, который поднимает нам ячейку энергии. А вот здесь я думал, что тоже сможем забрать. А там тоже дверь, которая открывается механизмом. А механизма мы так и не нашли. Я... В шоке. Я в шоке немножко. Есть мнение, что возможно... Что возможно, если мы здесь все-таки решим эту загадку как-то... Артефакт в подлунных норах. Есть мнение, что если мы там как-то решим эту загадку, То возможно, здесь все механизмы в итоге откроются. Но это не точно. Я не уверен в этом. Ну, так или иначе... Я... Аккуратненько. Аккуратненько. Хм. Так или иначе... Она все равно пусть сейчас лежит только... Только на... На запад. Может быть, эти подлунные норы это все-таки что-то другое? Вот ты посмотри. Очень хорошо, что мы все-таки с вами поставили то, что снижает урон. Иначе нас бы уже убило бы. Неоднократно. Так, ну-ка. Мы теперь можем дышать под водой? Да, я пом... О, тихо. Я помню. В мельнице, кстати говоря, эта штучка нам позволяла как раз не дышать какое-то время. О, имеется в виду пополнять запас. Тихо, тихо, тихо. Как раз позволяла нам пополнять запас... Наши... Воздуха. Воздуха. Я очень надеюсь, что мы здесь все-таки получим... А тот самый... Стоп, 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 тот самый подводный рывок. А, ну да, давай. Пока что здесь мы ничего не сделаем. Там как раз лежит... А, ну да, там не совсем то, что нам надо, но ничего страшного. Попробуем кое-как по-другому попасть... В то место, которое нам нужно. Не дам тебе. Тебе меня упустить ни за что. Ну-ка. У нас же есть перышко. Но как раз с помощью этого перышка... Секундочку. Сможем пробраться аж вот туда, на самый левый краешек. Да? Хорошо, что не нужно, чтобы оно было у нас активно. Мы это могли сделать, по-моему, еще в прошлый раз. Хе-хе-хе. Кажется. Когда свет разбился на части, сила леса приземлилась здесь. Благодаря ей упадок не тронул озера. Но ее нужно скорее найти Ория. Не то она погаснет. Интересно, а когда мы забираем эти осколки... Что происходит с местом, откуда мы их забираем? Потому что если так, если это место осталось таким только благодаря... Осколку таким, то, по идее, оно должно зачахнуть. Что не очень хорошо. Слушай, я даже не знаю. Как это можно... А, я знаю. Давай пробуем, попробую. Давай пробуем с помощью... Крылышко этот пузырек. Я. Просто... С... Дунуть его. Ну-ка. Ага. Хе-хе-хе. Только черт возьми. А у вас слишком сложно. Сложно этим всем управлять? Реально сложно. Да, ты посмотри. Я просто уверен, что если я так сделаю, то в итоге... То в итоге я просто уткнусь в потолок. Так, Муки. Ты не знаешь, где теперь Кволок? Говорят, он здесь, в светлых осиорах. Но я никак не могу его найти. Раньше здесь было не так просторно. Кволок мудр. Надо с ним посоветоваться. Если найдешь его, дай знать, хорошо? Значит, Горишко Волок сюда ушел? Угу. Вообще, изначально... У тебя был немножко другой план. Я хотел... Я хотел пойти все-таки не за... Не знаю, почему меня все-таки черт сюда дернул пойти. Я хотел все-таки пойти сначала не за силой, а за глазами. Я подумал, что сила должна быть взята в последний момент. А-а-а! Так вот оно что. То есть я должен еще рассчитать силу ветра. М-м-м. Как интересно. Ага. Хе-хе-хе. Слушай, ну это прям... Я думал, что оно на какое-то определенное расстояние всегда отлетает. А тут прям силу надо. Ух. Почему-то это чуть-чуть Селеста мне напомнилось. Самую мало... Ай, зараза, самую малость. Ага. Будет обидно, когда в итоге мы найдем... И когда мы практически всю роду найдем, не найдем только один какой-нибудь несчастный осколочек. И в итоге из-за него придется... Перебродить всю карту. А он... А он просто в итоге окажется, что не отметился где-то случайно. По-моему, мы там сейчас не пройдем. Нам нужен тот самый водный рывок, о котором вы мне рассказывали. Хорошо. Допустим. Странно, что их вода бьет. Да, понятно. Ну, скорее всего, этот рывок... Да, что ж такое. Скорее всего, этот рывок, о котором вы мне рассказываете... Скорее всего, вот именно он нам действительно понадобится только разве что здесь. Потому что больше таких потоков воды не встречалось. Нет, подожди. Может быть, это не совсем так должно было произойти. Но, как бы, сделали что сделали. Просто благодаря нашей способности, действительно, очень серьезно... Очень серьезно урон снизился. Я прям... Прям в шоке. Даже можно сказать. Ага. Да что ж такое. Но, так или иначе, не могу сказать, что здесь просто преодолевать все вот эти препятствия. Было бы очень прикольно, если бы... Если бы вот эти места, где мы с вами уже забрали духа, чтобы он действительно продолжал загнивать. Вот, допустим, вот здесь мы забрали духа, но якобы и принесли тем самым весну, да? Но, тем не менее, так как дух больше не защищает эти места, то... По идее, там должен начаться тоже упадок. Ну, если я сейчас правильно понял... То, что нам сказали... Немножко странно оно вылетело, а... Ну, да ладно, хорошо. Ага. Нам, по-моему, надо 8 штучек сейчас. Да? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет А вот эту морскую звездочку снять. Чтобы был поток воздуха. Чтобы можно было пройти дальше. Чтобы это сделать, нам, скорее всего, придется сделать вот так. Нет. Нет. Даже учитывая, что она взорвалась в меня. Странно. Да, в принципе, не то, чтобы это нам как-то помешало. У нас вроде бы есть другие пути на данный момент, да? Допустим, здесь можно попытаться пройти. Пока что это не проблема для нас. Ток. Бросил рыбке наживку, а она мне чуть крыло не оттяпла. Вот рыбачь здесь теперь. Жаль, мы не умеем делать так же, как подводные цветы. Они втягиваются, лишь почуяв опасность. Вот бы и перья у меня на хвосте так умели. Тогда рыбачить было бы не так больно. Я этим озерам не доверяю. Да, здесь красиво и все такое, но один неверный шаг и станешь кормом для рыб. Интересно, как нам ток в итоге поможет в будущем? Я уверен, что с ним связана какая-то история, Моки. Тихо, не двигайся, всю рыбу распугаешь. Они те еще пронеры. Вот была бы у меня сеть, но моя сеть сломана, починить нечем. У тебя ведь не найдется ниток? Или даже сети? Нет? Ну ладно. Да, сети у меня еще пока нету. Но Моки, ты не там ловишь, я считаю. Я считаю, ты ловишь в небольшой лужице. Это не совсем то место, где они могут водиться, я тебе скажу. Хотя ток вон остался недоволен. Рыбалкой немножко. Ага, ясно. Ну давай попробуем залезть еще выше все-таки. Очень плохо, что мы не можем сами раз... Разламывать такие места. Ну, по крайней мере, пока. А-а-а, я вижу того, кто нам сможет помочь в этом, по идее. Здесь, судя по всему, нужно будет все заполнить водой, и тогда можно будет забрать эту ячейку. Но если мы это сделаем, тогда здесь никто ходить не сможет. Ни ток, ни Моки, никто. Так, стоп, а здесь выкачать воду надо? Как интересно. Люпо, ты бы мне сейчас, ну, очень помог, я тебе скажу. Потому что это место, мне кажется, еще более запутанным, чем... чем северная вершина, я тебе так скажу. Нет, подожди, надо сделать не так, мне так кажется. Скорее всего, надо как-то вот так... Так... Так, да? Я, ага. Ха-ха-ха. Не то, чтобы это сильно помогло, но тем не менее. Я немножко неправильно ими управляю, мне так кажется. Я думаю, что я могу кучу проблем решить, если я... буду помнить о том, что я могу отталкиваться практически от всего. Давай попробуем. Да. Вот так их надо, как торпеды запускать. Давай попробуем. То же самое сейчас попробуем сделать со звездочкой. Может быть, это поможет? Угу. Жестоко, но как бы, а что поделать? Да. Ха-ха-ха. Это помогает. Правда, я не уверен, что сейчас это нам надо было. Хотя подожди. Хотя подожди. Сдуть сюда для того, чтобы что? Я понимаю, что нам нужно сдуть этот пузырёк налево. Но я пока не могу понять, что там есть такого, до чего мы не могли допрыгнуть. Без этих пузырьков. Хм. Вроде пока и без них справлялись. Нет? Здесь свой, например. Как думаете, поплывет за мной? Ну, довольно настырная тварюка, поэтому я думаю, что... А я думаю, что она даже не то, что поплывет. Она даже выпрыгивает. Зараза эдакая. Мне кажется, что у нас просто не должно было выйти с торгового прыжка. Я думаю, что из-за него мы попадаем по большей степени туда. Куда должны... Куда должны были бы использовать... Кузырьки, к примеру. А, зараза. Поплавай. Там случай, когда хотелось бы, чтобы у нас была еще и дуга. У меня с горлоками было гораздо сложнее справиться. Они очень грозные. А я не пожалею ли об этом? Тихо. Черт подери. Оно просто на время, понимаете? Я аж могу себя там закрыть. Тихо, 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 тихо. Удивительно, что наша вот эта способность... Здесь везде работает. Здесь очень влажно. Я бы понял, если бы эта способность немножко, знаете... Немножко... Слабее была бы. Так. С ним мы сможем получать из другого больше сверхэнергии. Но нам это не особо надо. В принципе. Тихо, чуть-чуть, чуть-чуть обмануть это все дело. Ну, с этими штуками в воде не так сложно управляться, как с теми в песках, честно признаться. Любо. Приветствую. Гляди, сколько тут разных цветов и оттенков. Даже не верится, правда? Открою тебе секрет. Я сюда хожу за чернилами. Из кралов получается замечательный красный пигмент. Мг. О, слушай, он действительно, карты теперь продают сильно дешевле. Класс. Ну-ка. Ого. Ёлки зелёные. Это мы только-только сюда зашли, оказывается. Хорошо. Допустим. Ну, по крайней мере, с картой мы теперь понимаем, куда... Куда движемся. Ага. Ай. Ай. Это специальный воздушный мешок. На случай, если у нас, видимо, не было бы подводного дыхания. Но я даже не знаю, как здесь можно было бы справиться без подводного дыхания. Так. Наш, получается, огонёчек, который нам нужен, он нас ждёт буквально вот здесь вот уже. Не так, чтобы и далеко. Кволок? Здравствуй, дитя. Ура. Тебя видеть. Я не весь сколько не покидал свою лощину. Но благодаря тебе я обрёл на нежную. Сила леса где-то здесь. Но есть ещё кое-что уже знакомый мне с мрадом. Не помог вы. Да, нельзя терять время. Да, потолкуем, когда отыщем огонёк. Хе-хе, хорошо. Значит, хочешь сказать, что здесь этот грёбаный смрад. Вот мне кажется, что именно в нём загвоздка. Мне кажется, что вот... Если здесь и есть... О, семечка, отлично. Если здесь что-то и есть, что можно назвать чистым злом, то это, скорее всего, вот этот смрад. Даже не зло, нет, не зло. Правильнее сказать, чистая... А ну подожди. Правильнее сказать, чистая тьма. Наверное. Давай, плыви за мной. Только не взорвись, я тебя умоляю. Вот засранец. Надо от него, наверное, избавиться. Просто, чтобы он не мешал. Скорее всего, вот этот смрад, он всё-таки действительно вырос из вот таких кустов. Ты снова здесь? Ай, засранец. Попробуем сделать по-другому. Вот, как-то аж вот так вот. Угу. Помогло же? Да. Так, не то, чтобы это должно было произойти именно так, по-моему, потому что... Потому что мне кажется, что очень сильно помог снаряд того смрада. Но всё-таки мы это сделали. Угу. Мне кажется, что мы должны были вообще вот так сюда попасть. Главное, чтобы мы ничего не сломали. Я вот серьёзно вам говорю. Потому что у игры и так есть небольшие проблемы с... с... вот такими моментами, но... Надеюсь, всё будет в порядке. Мне кажется, что мы тем самым просто откроем с вами дверь, как раз. Ну, имеется в виду срез. Скорее всего, да. Вот это испытание, мне кажется, будет очень жестким. Потому что очень далеко бежать. Аж отсюда. Мне кажется, что чтобы его выполнить, то надо, чтобы у нас были активированы вообще все... Ам... Вообще все пузырьки. Иначе это будет невозможно сделать. Внизу? Ага, вижу. Сараза. Опять-таки, мне почему-то кажется, что у нас должна была быть другая способность, чтобы так... Ай! Не ожидал, что так резко, чтобы так поступить. Но, тем не менее... Идеально. Ау! Да-да-да, смотри, скорее всего, нам надо было использовать вот здесь вот этот пузырек. Я вот тут сдуваю, и с его помощью я, по итогу, забираюсь выше. Но, как бы, зачем нам это надо, если у нас есть... Более удобная способность. Хотя нет, смотри. Здесь я не пройду выше все-таки. Хотя... Можно попробовать. Вот так, может быть, да? Что это такое? Так и предполагал, что оно взрывается. У меня, на самом деле, сейчас не выходит вот та загадка из головы. Музыкальная. Я не понимаю. Там, вроде бы, не так уж и много нотки, у нас всего три нотки. Но, тем не менее, я не представляю, что нужно, чтобы ее решить. Пока еще, по крайней мере. Так, а зачем нам это надо? Кстати, может быть, я могу ее, допустим, активировать с помощью лука? Нет, с помощью лука нельзя. Ого! Серьезно, так высоко выпрыгивает. Пока что единственное, зачем нам это надо, из того, что я вижу, так это то, что мы здесь просто в ловушке. Ну, похоже, вот только для того, чтобы выбраться. Вот только ради этого нам это... Нам это надо. Заняется? Сейчас, сейчас мы, похоже, здесь, здесь и останемся. Я! С горем пополам! Как-то получилось, окей. Боже, какая красота! Может быть, когда-нибудь... Может быть, когда-нибудь это место вку получится показать? Это было бы чертовски круто. И все это ради какого-то фрагментика. И не то, чтобы это было неважно, но... Довольно сложное испытание ради того, чтобы получить просто один фрагментик. Я бы не отказался бы от чего-нибудь еще к этому всему вдовесок. Честно говоря. Вообще, у нас уже довольно много здоровья. Здоровья и энергии. Так. В принципе, у нас... Остается только один путь пока что. Так, аккуратно. Меня эти пузырьки теперь отсюда, похоже, не хотят выпускать. Я им понравился, похоже. Угу. У нас два пути, я так понимаю, есть. Давай попробуем пойти... Вот этим. По идее, здесь везде должно быть закрыто. И мы не должны попасть. Ну, если, конечно, нам... Нужно следовать за кволоком. Все-таки, да, смотри, здесь все-таки закрыто. Хорошо. Интересно знать. Мы же, получается, тот смрад с мельницы... Прогнали. Мы его прогнали, но мы его не победили. Есть мнение, что он все-таки еще жив. И если он жив, то может это так произойти, что он обоснуется здесь. Если он любит воду, то это было бы для него идеальное место, наверное. Наверное, по итогу он будет... Он заразит здесь все. Заразит здесь все. Кстати. А дверь-то мы так и не открыли. А ну идем откроем ее сначала. Во-первых, дверь. Во-вторых, испытание. А, здесь прямо... Здесь прямо древо есть. А, ну интересно. Есть мнение, что здесь и... Находится этот рывок все-таки, да? Да. Это он. Ну-ка, давай попробуем. Слушай, теперь мы сможем... А, то есть мало того, что... Это помогает нам сбивать... Налипших этих звездочек. Это поможет нам еще и... Высоко выскочить. Слушай, просто, просто потрясающе. Но, к сожалению, нам, скорее всего, этот способность действительно понадобится только здесь. О, идеально. Слушай, ну... Теперь... Теперь мы сможем забрать наконец-то то место для мельницы. Что это? А-а-а, вот оно как. Не, ну знаете, может быть... Может быть, я что-то недосмотрел. Помните? Эм... Там ведь тоже была вода в некоторых местах. Ух ты. Ух ты. Я могу прям... Хвататься за них. Как интересно. У нас вот здесь ведь тоже была вода. Может быть, где-то в воде находятся механизмы, которые открывают здесь дверцу. Хм. Ага. Мне кажется, что если я сейчас буду звонить в эти колокольчики, то, скорее всего... Скорее всего, я открою как раз... Ну, по идее, я должен был таким образом, наверное, открыть... А-а-а, вот оно что. Я открою, наверное, эту дверь. Да? Это будет очень хорошо, потому что здесь... Нам не помешало бы, чтобы она была открыта. Мы тогда сможем слить воду вниз. И там, по-моему, был как раз тоже секрет. Раз, нет? Ау, зараза. Давай, лети со мной. Ну, я теперь выскакиваю точно так же, как и они, кстати, говорят. С такой же силой. Давай, 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 Ори. А это нужно сделать быстрее. Есть? Да! Есть? Ха-ха-ха-ха-ха! Ну-ка, это помогло в итоге сделать, и что? Да, вот оно. Теперь мы сможем отсюда, по идее... Ну, если... Если, конечно, получится. Задача не самая простая на свете, я вам... Честно скажу. Но, тем не менее. Тем не менее. Хе-хе. По-моему, этого фрагмента нам как раз... А, нет. Все-таки нужен еще один. Жалко. Ладно. Все. Вот теперь... Можно со спокойной совестью... О, тут еще что-то было. Можно со спокойной совестью... Отправиться на испытания, во-первых. А потом... К экволоку. Так. Это нам не сильно поможет. Нам надо, получается, один шарик. В любом случае, сдуть, по-моему, туда. Вот так. А, он прям застревает на них. Ясно. Ха-ха. Как интересно. Да что ж такое? Аккуратненько, Ори. Аккуратненько. Скорее всего, нам не обязательно было использовать... Использовать фаербол, но, тем не менее, я чувствовал себя немножко комфортнее с ним. Так, нам, в любом случае, нужно идти сюда и сразу заодно посредим на это место. А, мы можем через портал это сделать. Посмотрим, что мы там не... Не увидели. И попробуем пройти этот... Гонку. Угу. В смысле, что снова сражаться? Мы же уже сражались. Да, да какого черта? Ууу. Серьезно? Может быть, этого испытания здесь ранее не было, потому что мы... У нас не было рывка? Засранка. Скорее всего, да. Так, вот это уже опасно. Это уже довольно неприятно становится. Ай! Ай! я тоже могу их больших да тоже могу хорошо но это все равно не становится менее опасно честно признаюсь получит да в смысле так сейчас одна ошибка и я умру поэтому действуем аккуратно давай горе я даже не уверен так ли я должен просто забираться ну в принципе он пузырек есть можно было с помощью пузырька великолепно мы уже большую часть нашли так посмотрю даже несмотря на то что мы сами карту не покупаем все равно смотрите идем по уровню 1414 классно это очень хорошо так испытание теперь нас интересует ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ему в рот, это его немножко отвлечет. Ёлки-палки. Дратская идея, намаживать камень получится в него? Зашвырнуть! Ну или рыб, хорошо. Или их. Фух, силен. Ничего не скажешь, силен. Чего исследовало ожидать от... ...хранителя Тоби. Интересно знать, а Бауэра то же самое будет ожидать в итоге? Хотя он не вызывался нам помочь. Да ты посмотри, ты как будто бы знал, что я буду прыгать, а? Скажи честно, знал. Угу. Не знаю пока как себя вести, когда он, допустим, когда мы будем с ним в воде сражаться. Может быть, кто и дождался, когда... ...когда он нас атакует, то есть после каждой его атаки делать... ...контратаку, да? Хотя, обратите внимание, он тоже контратакует. Ну вот как-то так. И можно успеть настрелять по нему, кстати говоря, слухом. Ага. А зара... зараза. Кволок, ты меня, конечно, паси ради бога. Ну что б ты сыром срал, я тебе говорю. Неаккуратно. Он учупаться свою по глади раскинулся, не говорят. То есть если бы я сейчас пытался бы сбежать... ...съел бы меня. Ну ага. Я думаю, что я успею. Так, аккуратно. Шипы, и, кстати говоря, касания по нему... ...бьют сильнее всего. Давай! Хотя бы чуть-чуть. Ага. Он просто отходит. Вот эта атака, кстати, самая опасная. Она оставляет шлейф в воде. Причем очень длинный. Класс, я в итоге вместе между собой рвану. Тем не менее. Прости меня, Кволок. Кажется, он начнулся все-таки. Он начнулся. Но он был реально силен. Я теперь понимаю, как у него получилось сдерживать этот смрад. Столько лет. Уничтожил. Твой свет горит все ярче, дитя. Силе леса больше ничто не угрожает. Былого не вернуть. Здесь мы бессильны. Но мы по-прежнему можем дать Нивану второй шанс. Найди все огоньки. Пусть они снова будут вместе. А муки. Приглядывая за ними вместо меня. Приглядывая за этим краем. Кто знает, может это лишь тебе по силам. Неужели ты решил оставить нас? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ